Добро пожаловать в новый курс. Меня зовут Александр Владимиров, школа Logic Pro Help. Сейчас мы с вами будем разбирать, как работать в секвенсоре Logic. Сразу скажу, этот такой мини-курс для самых начинающих, те, кто буквально чуть ли не вчера открыли Logic и хотят просто разобраться, как вообще накидать первый свой трек в нем и как вообще в нем работать. Ну и давайте начнем. Я не буду говорить о том, что Logic одна из самых популярных программ для создания музыки. Это и так как бы понятно. Мы перейдем сразу к делу. Когда вы открываете Logic, вам он сразу предлагает что-то создать. Можно создать MIDI, Pattern, Session Player и Audio. По сути, мы будем работать с вами с двумя вариантами строительного материала. Ну, фундаментально при написании музыки есть только два варианта строительного материала. Это аудио, какие-то сэмплы, файлы, которые мы можем использовать. И второе — это MIDI. По сути, Pattern — это тот же самый MIDI, поэтому здесь большой разницы нет. Session Player — это просто отдельный, скажем так, виртуальный инструмент. Поэтому то, что здесь четыре варианта, это не говорит о том, что у нас четыре варианта строительного материала. По факту их всего два. И мы сейчас их постепенно разберем. Давайте начнем с простого, с аудио. Поэтому выберем аудио, нажмем Create. У нас создается так называемая аудиодорожка. И мы всегда знаем, да, там все, я думаю, в курсе, что любой трек, любая песня, любая музыка состоит из большого количества различных звуков. Там есть барабаны, там есть бас, гитары, вокал, какие-то синтезаторы, какие-то еще звучки. И вот все эти звуки, все эти инструменты, они будут располагаться у нас вот на этих вот дорожках, которые, напомню, могут быть как аудио, так и MIDI, глобально. И, в общем-то, все. То есть слева направо у нас время, тайминг, про него мы чуть позже поговорим. А сверху вниз мы добавляем по вертикали эти самые звуки, эти самые дорожки. Давайте создадим первый какой-то звук. И поскольку мы работаем с аудио, нам нужно воспользоваться так называемыми сэмплами. Где их взять? Здесь есть несколько вариантов. Один из вариантов — это нажать кнопку F, английскую, а русскую на клавиатуре. И здесь просто поискать у себя на компьютере, на Mac, сэмплы, которые вы можете скачать в нашем закрытом клубе. Если вы еще там не состоите, обязательно переходите в наш закрытый клуб. Там есть просто куча сэмплов. Все это бесплатно. Скачивайте, регистрируйтесь. Там еще будет доступ в закрытый чат, где вы можете общаться с коллегами, задавать вопросы. Ну, короче, если вы решили писать музыку, то большое преступление не оказаться в этом закрытом нашем клубе. Значит, у меня уже есть моя библиотека с сэмплами. Я буду работать именно с ней. Здесь сэмплы идут по различным категориям. Мы сейчас не будем разбирать все виды сэмплов, все виды звуков, потому что их очень много. Это в наших продвинутых курсах. Мы сейчас разберем просто, как работать с аудио, по большому счету. Давайте начнем с первого. Это кик. Кик или, по-русски говоря, бочка. Это еще, по-другому говоря, большой барабан, если говорить языком барабанщиков. И мы, когда открываем какую-то папку с сэмплами, мы просто нажимаем сюда и слышим этот самый кик. Такой вот мощный удар. Здесь мы можем отрегулировать громкость. Например, нам кажется, что что-то громковато. Также мы можем нажимать вниз-вверх просто на нашей клавиатуре. И у нас будет звук становиться, ну не звук становиться, а будет переключаться, да, и мы будем слышать разные бочки. Так мы подбираем какой-то сэмпл, который нравится, и, допустим, вот этот. Дальше все настолько просто, что вы перетаскиваете обычным драк-н-дропом сэмпл вот сюда. Вот здесь он сразу предлагает, короче, поменять сэмпл рейт. Ну давайте, да, ну давайте у нас 44100. Здесь don't import. Кстати, сразу скажу по поводу вообще настроек аудио. Если вы работаете в лоджике и почему-то не слышите звук, например, вот вы зашли сюда и чего-то звука нету, вам нужно зайти вот сюда, вот logic, settings и аудио. Здесь вам нужно выбрать в output девайсах, вот в этой вкладке, вашу звуковую карту. Если у вас никакой звуковой карты нет, у вас будет либо system settings, либо built-in output. У меня звуковая карта Focusrite, поэтому я, естественно, выбираю ее. Здесь просто методом тыкан, потом нажимаете apply и проверяете, работает или нет. Значит, теперь давайте прослушаем вот этот вот сэмпл. Как его прослушать? Просто нажать на пробел, либо нажать вот сюда вот. Пробел или как сейчас space его называют. Мы можем нажать на F и убрать, чтобы нам не мешало вот это вот меню. Затем мы можем делать масштабирование. Как мы это делаем? Мы зажимаем command и левой, либо правой стрелочкой на клавиатуре меняем этот самый масштаб. Вот так вот мы можем приближать. Видите, прям почти как под микроскопом. Ну, естественно, влево-вправо я двигаю мышкой. Если у вас по-любому мышка от Mac или Touchpad, то это вы можете сделать. Здесь вы можете менять вот так вот размер, чтобы вам было комфортно. Вот именно так, как вам нравится все это двигать. Также с зажатым командом вы можете нажимать вверх-вниз и также это все масштабировать. Ну, то есть здесь все очень, я считаю, интуитивно и понятно. Теперь дальше. Мы можем этот сэмпл перетаскивать, в любое место его ставить. Вот этот ползунок, бегунок проигрывания. Здесь, думаю, тоже все ясно. И мы можем это все дело копировать. Ну, например, мы не хотим, чтобы у нас была бочка там одна единственная. Мы хотим их несколько. Тогда мы зажимаем Option и перетаскиваем с зажатым Option. В этом случае у нас получается вот так. Еще, например, мне не нравится, что у меня вот этот бегунок убегает дальше. А я хочу, например, зациклить только вот этот отрезок и как бы с ним работать. Для этого я вот так вот левой кнопкой мыши зажимаю, выделяю нужный мне отрезок. И именно этот отрезок у меня будет здесь рабочей такой зоной. Также здесь можем менять громкость. Я сделаю минус 10, чтобы он не сильно бил. И вы можете выключить, засолировать. Но это мы разберем чуть позже, когда будет уже побольше дорожек. Значит, почему я расставил именно так вот этот кик? Потому что, ну, я сейчас предполагаю, что я работаю с прямым ритмом. Там фундаментально существует прямой ритм и ломаный ритм. Прямой ритм — это у нас хаос, транс, техно и некоторые другие стили музыки, где бочка просто вот так вот долбит. А вот в ломаном ритме, это может быть drum and bass, это может быть трэп, рэп, хип-хоп и разные другие жанры, там бочка бьет неровно. Мы сейчас работаем с вами как бы с прямым ритмом. И я поставил все это дело каждую одну четвертую. Можете сказать, что такое одна четвертая? Что это вообще за страшное такое слово? Все очень легко и просто. Вверху мы видим вот такие вот отрезки временные, которые именуются тактами или по-английски они называются бар. Именно просто бар. Это, условно говоря, мера длины. Но я сейчас говорю максимально по-простому. Это условно мера длины в музыке. То есть у нас в музыке все измеряется в первую очередь вот этими тактами. И у нас есть такт, как мы видим, вот он. Да, вот с первого по второй. Здесь у нас идет обозначение второго такта. То есть это у нас второй такт, здесь третий и так далее. И вот это у нас будет одна вторая такта. Ну, вроде логично, да, раз это половина, значит, это одна вторая такта. Вот это одна четвертая такта. Ну, вроде логично. Четыре раза по четыре. Вернее, четыре просто по одному, того как бы четверти, да. И также есть восьмушки и шестнашки. Как правило, при написании музыки мы работаем в таком масштабе. Это одна шестнадцатая. Это самый оптимальный такой, я бы сказал, масштаб. Потому что если вы будете пытаться вот как-то там по тридцать вторым работать, это будет слишком мелко. И это нам требуется только в каких-то специфических случаях, которые бывают очень редко. Теперь возвращаемся к нашим четвертям. Если это одна четвертая, то вот каждую одну четвертую я поставил этот самый кик. Все очень легко и просто. Также у нас есть такое понятие, как темп. Или по-английски BPM. Beat Per Minute. Дословно переводится как удары в минуту. То есть количество ударов в минуту. Если мы поставим здесь 60, то это будет означать, что у нас будет 60 ударов бочки в минуту. Или один удар бочки в секунду. Два, три, четыре. Это что касается технических нюансов, чтобы вы понимали, что есть BPM. По факту, когда вы пишете трек, вы можете ставить практически любой BPM. Конечно, у разных жанров есть какие-то свои диапазоны, в которых они работают. Ну там условно хаос это будет скорее всего 120-128. Ну 128 сейчас уже реже, но тем не менее, я повторюсь, он может и быть 110 даже хаос вполне себе, но как правило это от 120 до 128. Drum'n'Base почти всегда пишется 174-175. Ну и там все остальные жанры уже тоже имеют свои особенности. Там Uplifting, Trance 136 или 140, Maximum 142, редко когда больше, Psy, Trance 140. Ну короче, это отдельная тема. У каждого стиля есть какой-то свой рекомендуемый диапазон. Как его вычислить, это все мы разбираем в наших других курсах. У нас есть How to Make курсы, где мы разбираем самые разные жанры очень подробно. Главное, что вам нужно понять, что это вот эта вот скорость. Я сейчас говорю максимально по-простому, по-умному говорить темп, поэтому не говорите скорость, говорите темп, но знайте, что по факту это скорость. Дальше мы можем добавить ведь еще звуков. Ну правильно, у нас же трек не может состоять только из одного удара вот этого кика. Скорее всего у нас будет еще какой-то звук. Например, у нас может быть clap. Такой вот. Или такой. Например, такой. Я его перетаскиваю, причем я могу перетащить его как бы на еще не созданную следующую дорожку. Я его ставлю на каждый второй удар кика. Если у нас это вот первый кик, давайте его переименуем. Для этого я нажимаю Shift N английскую. Это у нас первый кик. Вот это у нас кик номер 2. Соответственно, это у нас снова кик номер 1. Это у нас снова кик номер 2. То есть первый, второй, первый, второй. И вот под каждый второй кик мы ставим clap. Мне кажется, громко звучит, поэтому я сделаю его существенно тише. Хватит. Давайте ускоримся. И теперь возьмем еще один важный элемент, без которого не обходятся почти ни одни ударные. То есть драм-партия почти всегда состоит у нас из бочки, клэпа, либо снейра, или так называемого малого барабана, если мы опять же используем терминологию барабанщиков. И также хай-хэт. Он может быть как open хай-хэт, так и хай-хэт close. Ну, а про это мы пока говорить не будем. Вот хай-хэты у нас ставятся строго между ударом бочки. Ну, вот смотрите. Вот у нас бочка. И вот прям строго по центру мы ставим хай-хэт. По-моему, даже еще проще, чем клэпы. Слушаем все вместе. Где-то я чуть-чуть промазал. Будьте внимательны, что где-то, опять же, местами у вас может встать неровно. И, как видите, вот здесь, похоже, я поставил не очень ровно, потому что вот так вот ровно, так вот ровно. Да? Теперь все четенько. Еще разок. Прекрасно. Уже получилась драм-партия. Ровно-партия простенькая, но она уже звучит и весьма-весьма неплохо. Вот так вот мы можем работать с сэмплами, так называемыми one-shot сэмплами. Теперь поработаем с лупами. One-шоты, как следует из названия, это что-то короткое. One-один. И вот это что-то такое в единственном экземпляре. А лупы, это уже какие-то готовые ритмические рисунки, которые собраны за нас. Например, вот такой вот шейкер. Или, например, такой луп. Давайте его перетащим сюда и послушаем, как это все будет звучать вместе. Ведь мы можем вполне себе смешать это все дело. Давайте для того, чтобы у нас все звучало целиком и полностью, мы вот так вот это скопируем дальше. В принципе, мы можем воспользоваться комбинацией Command-R, которая ставит друг за другом. Но обратите внимание, что ставит он немного неровно. Это не всегда удобно, поэтому я бы рекомендовал вам на первое время делать это вот так вот через зажатый Option вручную. Может быть, чутка подольше, но как бы зато надежнее. Потому что, когда вы просто делаете Command-R, он ставит, видите, вот прям друг за другом. Но у нас же должен клэп стоять вот как-то все-таки ровно по сетке, а не просто за следующим сэмплом. Поэтому, да, это быстрый способ скопировать, но дальше, скорее всего, придется все это дело править. Так вот, давайте теперь прослушаем, как это все звучит вместе. Кстати, если мы хотим убрать эту рамку, просто нажимаем C, то есть обычная S русская. И наверняка вы слышите, что какая-то происходит ерунда. Ну, что-то не подходит, правильно? И все верно. Действительно, если вы это заметили, у вас хороший слух и хорошее чувство ритма. Значит, почему у нас все звучит как попало? Легко объяснить. Темп нашего проекта 115. То есть все вот эти ваншоты, они подстраиваются под 115 BPM. А темп этого лупа 124. Как я понимаю, ну, здесь написано в названии. Вот видите, 124 BPM. Даже если в названии сэмпла, в названии лупа, не будет подписано BPM, а просто будет 124, 130 или какая-то цифра похожая на BPM, то это почти наверняка BPM. И тогда возникает вопрос, что нам нужно здесь ставить 124 тогда темп? Это вариант. Но что если мы хотим писать-то в темпе 115, и мы хотим как бы этот луп подстроить под наш темп, чтобы не мы подстраивались под луп, а луп под нас? Для этого мы нажимаем вот сюда вот. Мы активируем так называемый Flex Mode. И дальше нажимаем вот сюда вот, конкретно на эту дорожку. Видите, значки здесь одинаковые, похожие на бесконечность иконка. И затем мы берем вот так вот и протягиваем, вот когда у нас появляется вот такой вот значок, видите, курсор мышки, вот так вот за угол, и вот так вот протягиваем. Может возникнуть вопрос, а почему сюда протянул? Почему не сюда, не сюда, вот именно сюда? Давайте просто логически мыслить. Но у нас же вверху вот они такты. И стало быть, этот луп должен стоять ровно по тактам. А луп, он может быть длиной либо один такт, либо два такта, либо четыре такта, ну, либо на крайняк уже восемь тактов. Он не может быть три такта, он не может быть там пять тактов. Он либо, повторюсь, один, два, четыре, восемь, ну и так далее. Вот так, восемь, ну и там шестнадцать и так далее. Значит, поэтому я вот так вот просто даже чисто интуитивно подставил это все ровненько по нашим тактам по сетке. И теперь давайте проверять. Теперь все четко, ровно. Замечательно. Если я не хочу видеть вот этот вот режим флекса, я его здесь выключаю. Не здесь, потому что здесь у нас выключится наш стретчинг, так называемый, а вот здесь выключаю. И мы поработали с вами с лупами. По факту, когда вы работаете с сэмплами, вы работаете с ваншотами и с вот такими лупами. Как ставить ваншоты, ну, частично вы уже знаете. По крайней мере, вы знаете, как их там передвигать и так далее. Как работать с лупами, вы тоже знаете. Чаще всего из сэмплов мы берем, что это ударные. Также практически всегда это какой-то вокал. Ну, вокал, он по-любому будет в аудио. Это может быть либо какой-то готовый сэмпл, который вы также скачали, где-то купили. Либо вы можете записать самостоятельно свой собственный голос. Ну, вот, например, такой сэмпл, это сэмпл вокала. Поэтому вокал всегда представляет собой аудио файл. Также есть так называемые еще шумовые fx. Они по-разному всегда называются. Обычно они идут так, называется fx. Повторюсь, там разные есть названия у них, но глобально это fx. И мы их ставим, например, сюда. И с его помощью мы обозначаем начало нашего такого трека. Да, вот так вот даже оптимально. Все. И мы работаем вот с такими вот аудио файлами, аудио сэмплами. Здесь, надеюсь, понятно. Теперь давайте перейдем к следующему варианту строительного материала. Это к меди-информации. Чтобы добавить новую дорожку, мы нажимаем сюда, правой кнопкой мыши. Здесь мы, напомню, можем добавить аудио трек, либо миди трек, либо софтвуэр инструмент трек. Я сразу выберу инструмент трек, потому что, по сути, это самый такой оптимальный вариант. Здесь сразу уже открывается пианино, и вы можете уже сразу что-то как бы набросать. Если же вы берете просто миди трек, то у вас он пустой. Видите, ничего здесь нет. Поэтому, возможно, лучше все-таки выбирать инструмент трек. Теперь мы должны для этого пианино, это у нас виртуальное пианино, мы должны прописать какие-то ноты. А теперь вспоминаем вот эти вот партитуры, которые там где-то в оркестре, вот эти вот нотки на нотном стане, скрипичный басовый ключ и так далее. Если вы сейчас об этом подумали, и у вас такая дрожь по телу, то выдохните. Вам это знать не нужно, то есть это необязательно. И вы так работать с этой партитурой не будете. С нотным станом вам работать не придется. Здесь все в разы проще. Мы нажимаем правой кнопкой мыши и нажимаем Create MIDI Region. У нас создается поле, но в данном случае оно у нас один такт. Мы можем его, конечно, раскидать побольше сделать. Давайте выберем, допустим, на всю нашу длину. Мы нажимаем на него двойным щелчком мыши и у нас открывается так называемый Piano Roll. И в этом пианороле мы видим клавиши, как на пианино. Вот представьте себе пианино, только его перевернули. И здесь у нас нижние ноты, а здесь высокие. Слева направо у нас, как вы понимаете, то же самое время, причем оно абсолютно синхронизировано. Как вы можете заметить, здесь у нас такты и здесь такты. Поэтому если мы пропишем какую-то ноту, а для этого мы можем зажать Command и левую кнопку мыши, если мы вот так вот прописали ноту, эта нота вот так вот будет у нас длиной в один такт. И если мы посмотрим сюда, ну да, она реально у нас длиной один такт. То есть все синхронизировано, все четко, ровно. И здесь вы можете какие-то мелодии создавать. Вот здесь нам уже потребуется, скорее всего, использовать кнопки S and M. S это соло, то есть мы солируем какой-то инструмент, например, вот эту вот пианинку, чтобы только ее слышать. А если мы, например, наоборот, не хотим ее слышать, то мы нажимаем M, Mute. И она слышна не будет. Давайте засолируем и поработаем именно с ней. Здесь точно так же вы перетаскиваете ноты. Точно так же вы зажатым option-ом их копируете. Точно так же с нажатием command-r вы это все дублируете дальше. Иными словами, работа с нотами такая же, как и с аудио. Надо удалить, ну, backspace нажали. Все, можно менять длину. Короче, здесь все супер интуитивно и, думаю, понятно. Теперь немножко, немножко, совсем чуть-чуть музыкальной теории. У нас условно есть два варианта мелодий. Ну, то есть давайте будем говорить, когда я говорю мелодии, мы будем подразумевать ноты внутри piano roll. Когда я говорю мелодия, в общем, я имею в виду ноты внутри piano roll. Так вот, у нас есть два варианта. Первый, это когда ноты звучат вот так вот, друг с другом вместе, вот так. Это называется гармоническое такое сочетание нот. Это называется аккорд, прогрессия и так далее. А есть мелодическое, так скажем, сочетание нот. Это когда у нас идет мелодия, но только в контексте вот именно прям мелодии-мелодии, то есть более таком классическом варианте, когда ноты идут друг за другом. То есть две ноты мы можем либо сделать так, чтобы они шли мелодично друг за другом, либо вместе, то есть неким аккордом, некой гармонии. И вот мы начнем с вами с гармонии. Как строятся аккорды, что такое тональность и прочее, прочее, прочее такое мы в рамках этого мини-урока разбирать не будем. У нас есть отдельный большой курс по мусс-теории. У нас даже их несколько этих курсов. Я крайне вам рекомендую их пройти, и вы поймете, где вообще что устроено. Я же возьму какие-то готовые лупы, ну, готовые так называемые MIDI, и поработаем с ними. То есть у нас есть также, помимо аудиофайлов, которые идут в формате WAV. Кстати, еще тоже важный момент, что сэмплы всегда идут в формате WAV, не MP3, только в формате WAV. Ну, они могут быть еще в формате AIF, например, но главное не MP3. Это очень важно. Но вы, скорее всего, сэмплов в MP3 формате-то и не найдете, по крайней мере, у нас в закрытом клубе. Вот, а есть еще формат .meet. Это информация именно по нотам. Это универсальный формат, который вы можете открыть в любом секвенсоре, как и аудио, кстати. И здесь содержится только информация вот этих вот нот. Но здесь не содержится информация, какой инструмент будет все это обыгрывать. Это просто ноты. Кстати, если вы нажмете score, вот он наш нотный стан и вот это все страсти. То есть, в принципе, можно сюда зайти, испугаться и перейти в удобный наглядный пиано-ролл. Теперь давайте послушаем, что у нас здесь вообще получилось. Мелодия вроде бы интересная, но вот мне не очень нравится звук, который играет. Что-то он какой-то стрёмный. Как его поменять? Есть два варианта. Ну, вернее, два таких уровня. Первое. Нажимая вот сюда, вот на вот эту вот стрелочку вверх-вниз, вы можете выбрать виртуальный инструмент. Да, их тут много. Прям-таки немало. Внутри самого Logic'а, что и классно, очень много крутых синтезаторов, каких-то пианин, басов, чего угодно. Допустим, я возьму Studio Piano. Вот я хочу, чтобы это все было сыграно обычным пианино, а не вот этим электропиано. И согласитесь, уже приятней. Внутри самого уже виртуального инструмента, это у нас виртуальные инструменты, мы можем найти различные пресеты. Вот они, presets. Пресеты — это просто звуки. Ну, представьте себе, вы купили в магазине за 100 тысяч рублей крутой синтезатор Casio, например, какой-то там вообще очень прям классный. И вы просто там можете выбирать различные звуки. И вот это есть пресеты, либо, как еще называют их, патчи. И здесь точно так же вы это можете делать, только не платить 100 тысяч рублей, а сделать это все в виртуальном таком вот виде. Звук вообще другой. Чтобы каждый раз сюда не лазить, вы можете нажимать сюда и переключаться тут. Иногда может потребоваться время, чтобы подгрузить инструмент, это нормально. Не переживайте. Мне не очень нравится. Давайте оставим вот этот вариант. Да, вот он мне нравится больше. А теперь давайте послушаем все это вместе. Замечательно. А теперь, например, я хочу сделать вот еще что. А я хочу взять и добавить сюда еще один инструмент трек. И взять, например, здесь бас. Что если попробуем взять студио бас? Вот он у нас этот бас. А теперь как мы подберем ноты? Опять же повторюсь, у нас есть отдельные курсы по музыкальной теории, где вы все изучите. Но я сейчас дам вам простые рекомендации, как вы можете легко и просто уже буквально сейчас делать какие-то там простецкие демки. Мы с зажатым командом копируем сюда вот этот вот MIDI-клип так называемый. Мы можем, кстати, его чуть-чуть раскрасить по-другому. Например, если мне не очень нравится цвет. Вот здесь вот Show Height Color. Здесь я могу выбрать что-то другое. Например, как-то вот так вот пускай, чтобы несколько отличалось. Здесь я просто-напросто удаляю верхние клавиши, верхние ноты, правильно сказать, оставляю только нижние. Вот так вот. Ну, проще некуда, да, согласитесь? Давайте послушаем в соло. Тут, естественно, мы напишем бас. Мы можем двойным щелчком мыши нажимать и переименовывать все это дело. Я могу сделать это все еще ниже. Ну, например, мне думается, можно попробовать сделать это на октаву вниз. Для этого я зажимаю Option и Shift и делаю на октаву вниз, просто нажимая стрелочку вниз. Октава тоже это просто повышение, понижение высоты ноты без изменения этой самой ноты. Опять же, не спрашивайте, пока не вдавайтесь в подробности, что такое октавы. Все это вы изучите на курсах. Ну, честно говоря, звучит как-то так себе. Мне не очень нравится. Попробуем какой-то другой бас. Часто бывает, что звук, который изначальный, он не подходит. И иногда нужно долго поперебирать, чтобы найти оптимальный. Ну, здесь они все живые басы. Давайте возьмем виртуальный синтезатор. Вот я возьму, например, Elchemy. Очень крутой синт. И здесь пресетов. Хо-хо-хо. Их тут дофига. Вот они, категории. И вот здесь пресеты. Прикиньте, сколько их. Это вообще их очень много. Здесь я попробую опять вернуть повыше на октаву. Не пугайтесь, что какое-то время это занимает. Подбор звуков важный такой процесс. Кроме того, на курсах у наших вы изучите вообще вот этот, например, синтезатор Elchemy и многие другие. То есть вот этот весь космический корабль вы будете пилотировать. И вы сможете здесь сами создавать свои собственные звуки. Вот, например, мне нравится вот этот звук, но я его немножко подредактирую. Это такой стандартный бас. Вот я тут определенные настройки сделал. И мне нравится. Очень прикольно звучит. Давайте теперь все вместе. Правда, у нас здесь получается такое как бы техно, да, как-то вот. А пианинка как будто вот все-таки слишком какое-то живое. Опять же, никаких проблем. Мы можем зайти в Elchemy. И мы можем заменить это дело на какие-то другие элементы, которые хотим. То есть на какие-то другие звуки. Что мы еще можем сделать? Можем сделать так называемый layering. Layering — это когда мы нажимаем Command — D. Создаем копию, копируем сюда те же самые ноты. Давайте также дадим чуть-чуть другой цвет, чтобы было посимпатичнее. И здесь мы подбираем какой-то другой уже пресет. Мелодия та же, но пресет будет другой. Для чего это нужно? Сейчас объясню. Layering — это процесс наслоения, а layer — это слой. И по сути у нас этот слой и этот слой. Они вместе, они будут сейчас друг на друга наслаиваться. Здесь очень много как раз таких низких, не очень приятных нот. Мы можем их смело убрать. Например, если я считаю, что какие-то ноты лишние, вот как здесь. По-моему, так приятней. Какие еще инструменты мы можем добавить? Какие типы мелодии и так далее? Давайте создадим еще один инструментальный трек и сделаем так называемый пэт. Я его сейчас специально отодвину чуть-чуть назад, не назад, а чуть-чуть вбок, наоборот, чуть-чуть вперед, для того, чтобы, в общем, потом объясню для чего, для того, чтобы у нас все это не смешивалось, потому что если добавлять сильно много звуков, это может быть уже лишнее. Но в данном конкретном случае я чуточку позже объясню, для чего я сделал именно так. Сейчас мы сделаем пэды и как мы сделаем мелодию для этих пэдов. Кстати, еще рамку мы можем ставить очень быстро и легко, если нажмем U английскую, G русскую, то есть выделяем, например, паттерн, нажимаем U, у нас рамка сюда пододвигается. Очень удобно. Мы заходим сюда, выделяем все эти ноты, Command-A. И здесь вот в эдите у нас есть так называемый Join Notes, ну, либо горячая клавиша. И у нас все эти ноты, они, видите, друг с другом склеились, они соединились. Если мы возьмем такой вот, такой пресет под названием Pad, его также можно найти в Elchemy, то мы получим звук, который вы почти наверняка много раз где-то слышали. Давайте сделаем потише и выберем какой-нибудь поприятней. Вот этот мне нравится больше. Здесь также можем покрутить ручки, но я бы, скорее всего, здесь убрал тоже нижние ноты, хотя вот эти нижние ноты убирать не стоит, они дают какое-то определенное движение, а вот эту ноту я попробую удалить, потому что она все равно у нас статичная почти все время. Да, примерно так. И это у нас получается звук под названием Pad. Более того, мы можем пойти дальше, задублировать это дело, и сюда добавить еще один инструмент, который называется Arp, Arpegator. Есть у нас такая штука в лоджике, это MIDIFX. Они ставятся перед самим виртуальным инструментом, для чего они нужны. Их тут много всяких разных, мы разберем пока что Arpegator. Они преобразуют ноты, которые у нас здесь есть, каким-то определенным образом. Arpegator работает следующим образом. Он берет вот эти вот ноты и играет их по очереди, ступенькой. То есть представьте себе, что вот эти ноты у вас, они играют не вот так вот, ну как сейчас, а они играют просто ступеньками вот так вот. Вот так вот. Вот по вот этим вот нотам. Ну, понимаете, да, надеюсь? То есть представьте себе вот эти ноты, они играют неодновременно. Вот это, вот это, вот это, вот это, и опять по новой. Этот вариант арпеджио называется Up. Соответственно, есть вариант арпеджио под названием Down, когда эти же ноты играют вниз. Я поставил сейчас другие ноты, но я именно схему показываю. Есть Up-Down, то есть когда идет вверх, потом вниз, и Down-Up, когда идет вниз, а потом вверх. Мы это визуально не видим, хотя здесь схематично нам это пытается показать. Logic, а Rate — это 1,16. Это значит, что он будет нарезать вот эти вот наши ноты по шестнашкам. Ну, а шестнашка, напомню, это вот. То есть вот такой вот будет у нас ритмический рисунок. Если мы сделаем 1,8, то тогда у нас будет идти вот так вот. Каждую 1,8. Это именно такой условный ритм. И давайте послушаем. Единственное, нам, конечно, нужно заменить здесь пресет на какой-то другой. Крайне важно, если вы используете вот этот MIDI-эффект Arpegator, то использовать пресеты под названием Arpegated нельзя, не нужно. Странно, нелогично, но просто запомните. Здесь нам подойдут, скорее всего, какие-то короткие отривистые звучки. Возможно, что-то из синтов. Давайте послушаем, какие именно нам тут могут подойти. Честно говоря, звучит не очень. Но почему? Потому что здесь очень много нот. И, на мой слух, как-то здесь уже, ну, прям дофига всего. Я бы попробовал сделать как-то вот так, то есть чуть-чуть подредактировать. Либо я сам нередко делаю эти арпеджио вручную. Ну, прям реально. Мне вот так даже больше нравится. И я обычно делаю так, чтобы было вот три ноты одновременно. То есть здесь три ноты звучит, три ноты, три ноты, три ноты, три ноты. Давайте попробуем вот так. Ну, мне так нравится больше. Единственное, возможно, шестнашки это сильно трансово. Но почему нет? Можно еще раскидать прям на октаву выше-ниже. Да, звучит определенно приятней. Последнее, что я сейчас чуть-чуть изменю, это сам пресет. Хочется более короткий отрывистый звучок. Ну, конечно, это слишком. А вот почему нет? Здесь вы уже можете экспериментировать. Опять же повторюсь, я, скорее всего, делал бы это вручную, потому что мне не очень нравится, как работает именно сам арпеджейтер в данном случае. Так он хорошо отрабатывает зачастую, но это если какие-то очень простые, такие стандартные аккорды. Если что-то чуть более такое нестандартное, то, скорее всего, здесь лучше сделать это все руками. Я сделал вот такой рисунок. Немного муторно, но зато звучит гораздо лучше и точнее. То есть руками всегда и зачастую получается лучше, чем через MIDI-эффект. Теперь самое главное. Вот то, на чем застревают многие, кто пишут музыку. Вы сделали какую-то заготовочку, и вы не знаете, как этот трек доделать. Ведь этот трек длится, вот ваша заготовка, ну, в нашем случае она длится 8 секунд. Согласитесь, трек не может быть полноценным, если он всего 8 секунд. Он должен звучать, ну, хотя бы 3 минуты. Это минимум, там, может быть, 2,5. А в некоторых жанрах это, может быть, 5,6 минут, некий такой минимум, который является характерным для какого-то конкретного стиля. И наша задача теперь, когда мы поработали по вертикали и добавляли все новые и новые звуки, делали лейринг, нам нужно сделать некую структуру. И здесь очень важный момент, что нам необходимо придумать идею для дропа, то есть для кульминации. Если мы говорим языком, например, живой музыки, поп-музыки или рок-музыки, то это припев. И также мы должны сделать некий куплет. Мы все знаем, да, что в музыке есть куплет и припев. В электронной музыке, да и в битах тоже, ну, в битах вряд ли, не всегда далеко, но вот в электронной музыке всегда, практически всегда есть яма и дроп. То есть нужно придумать 2 каких-то смысловых части. Почему именно вот эти 2 миди клипа я поместил чуть-чуть сюда? Потому что условно это у меня будет часть идея для дропа, а это для некого брейкдауна, для некоторой ямы. Теперь нам нужно сделать трек на несколько минут. Вот здесь вот я могу видеть продолжительность. Я здесь выбираю кастом, чтобы видеть длину моего трека. Такты я вижу здесь, а здесь я вижу продолжительность. Давайте сделаем его примерно на 3 минуты. Значит, мне нужно примерно до вот этого места, до 89-го такта сделать трек, сделать структуру. Окей. Мы нажимаем G, английскую, и у нас открывается здесь такой блок, ну либо сюда мы можем нажать, где у нас есть маркеры. И сюда мы можем маркеры добавлять. Это такие специальные флажки, можно так сказать, которые помогают нам понять, а где какая часть трека вообще будет. Я пишу end, потому что здесь будет конец этого самого трека. В начале в любом треке будет некое интро, некое вступление. Поэтому я напишу intro, потому что почти наверняка оно будет. Допустим, intro у нас будет длиться, ну давайте вот столько по времени. И здесь, например, у нас будет яма, у нас будет сразу breakdown, причем именно первый. Допустим, он будет длиться столько, и потом у нас, например, идет сразу drop, ну то есть кульминация drop 1. Она длится, например, вот столько времени. Причем почему именно столько? Потому что мы работаем по так называемым DJ's квадратам. У нас есть малый и большой DJ's квадрат. Малый DJ's квадрат — это 4 такта, большой DJ's квадрат — это 8 тактов. Поэтому мы можем вот так вот это все масштабировать, чтобы мы видели вот эти вот условные разделители. Они нам тут все подсказывают, и по ним мы как бы двигаемся. То есть у нас все должно быть четко, ровно, а не вот так, что у нас как попало, это все раскопировано. Поэтому я ставлю так. Здесь, например, у нас break номер 2. Break номер 2. И здесь нужно создать, наверное, какое-то разнообразие, а именно, допустим, я здесь сделаю разгон. Можно написать по-русски, по-английски. По-английски он называется обычно build up. Он может быть недолгий, например, вот всего лишь вот столько. Потом у нас опять идет дроп, уже номер 2. И затем у нас должно быть какое-то аутро. И как вы можете заметить, блин, а тут уже, кстати, даже чуть больше получается. То, что я сейчас делаю, это просто на вскидку. И это ни к чему не обязывает. Я всегда это все могу поменять. Но вот по такому плану 3.37 — это вообще замечательно. Теперь что мы делаем дальше? Ну, мы же уже знаем с вами, что у нас будет в яме, что у нас будет в дропе. Ну, тогда какой вопрос? Нажимать Command R. Это все у нас ставится друг за другом, потому что это у нас не ваншоты, которые стоят там не супер ровно, а это вот такие вот готовые лупы или миди-клипы, которые стоят очень-очень ровно. То же самое я ставлю в Break 2. И, как вы могли догадаться, вот то, что должно быть в дропе, я ставлю в дроп. Все элементарно. Это же вообще очень просто. Вот так вот копируем все и ставим туда, где это должно быть. Здесь можно уже вот так вручную это скопировать, чтобы точно все было четко ровно. Вроде бы четко ровно. Здесь нужна внимательность, поэтому, конечно, да, может показаться, что это такая муторная работа, но в действительности не очень. И у нас осталось интро. Что у нас будет в интро? Как правило, при создании интро, ну такое простецкое правило, я использую то, что уже есть в треке. То есть я сначала беру по максимуму то, что в треке уже есть, и только потом могу добавить что-то еще, какие-то новые звуки. Почему? Потому что если пытаться сделать интро с новыми звуками, пытаться добавить туда что-то новое, то лично у меня почти всегда получался второй дроп. И часто интро просто будет звучать как отдельная какая-то часть вашего трека. Давайте поставим только лишь ударные в интро. Ну, обычно диджейское интро, оно так и делается. То же самое мы ставим в аутро. Аутро вообще сделать супер просто. Это зеркальное отражение интро. То есть если в интро все постепенно добавляется, то в аутро, наоборот, все постепенно исчезает. В билдапе, в разгоне, ну, у нас есть отдельный видеоурок и на ютубе, в том числе, и на курсах мы это разбираем. Здесь могут быть как элементы из ямы звучать, либо также могут, например, звучать элементы из дропа. Ну, здесь на самом деле уже дело вкуса. То есть и так, и так. В интро у нас по-любому сразу все звучать не будет. Как я говорил, все должно постепенно появляться. Поэтому почти наверняка луп, например, может добавиться попозже. Хай-хэт тоже, например, где-то вот здесь. И поначалу у нас будет вот так. Конечно, это все очень, я показываю так, упрощенно, но по факту при создании треков так и есть. Кстати, сразу скажу, какое количество дорожек вообще считается нормой при создании треков. У нас сейчас 10 дорожек, и это маловато. Мягко говоря, это прям мало. Даже для битов 10 дорожек, это прям минимум, я бы сказал. А для электронной музыки обычно это 30-40-50 дорожек. Некоторые, кто пишет там транс, они могут хвастаться, что у них и 70-80 дорожек в треке. Я не очень это приветствую. Я считаю, что 30-40 дорожек, там 50 вполне хватит. Ну, 60. Drum and Bass может требовать тоже большое количество дорожек. Поэтому готовьтесь к тому, что дорожек будет много. И у вас будет больше строительного материала, из чего вы можете сделать аранжировку. А теперь еще один маленький фокус вообще, который вы по-любому слышали, но, возможно, не знали, как он делается. Вы могли слышать, что в некоторых треках звук как будто появляется ниоткуда. И вот здесь мы сейчас это сделаем. Давайте вот эти ноты мы вот так вот заменим, конкретно тут. Я сделаю так, чтобы они звучали просто одни и те же. То есть вот что у нас в начале звучало, вот этот аккорд, вот он будет звучать и дальше. То есть на протяжении вот всего этого отрезка. Я могу здесь как раз, кстати, дать другой цвет для того, чтобы как-то это выделялось. Могу по-другому назвать. Напомню Shift-N. То есть могу написать, что это у нас интро часть. И здесь я делаю следующее. Смотрите, я делаю так называемую автоматизацию. Я беру, например, ручку Frequency вот здесь. Ну, здесь она не очень будет автоматизироваться. Давайте лучше возьмем просто отдельный плагин. Мы сейчас немножко забегаем вперед. Вот здесь вот в аудиоэффектах мы можем повесить различные плагины. Хотя давайте сделаем еще проще. Давайте сделаем автоматизацию громкости. Это такой самый простой вариант. И, наверное, он будет чуть более понятный. Мы нажимаем кнопку A английскую, либо вот нажимаем сюда, и у нас открывается так называемая автоматизация. Видите, у нас есть Volume. Минус 13. И здесь есть линия. Если мы нажмем левой кнопкой мыши, мы создадим точку. И здесь точку. И вот смотрите, мы можем взять и сделать так, чтобы громкость из минус 40, например, децибел постепенно увеличивалась до минус 13. Ну, то есть до того значения, которое у нас было. Давайте в соло послушаем. Почти не слышно звук. И он становится громче, громче, громче с каждым разом. Безусловно, как правило, автоматизация громкости это самый примитивный вариант. И он редко используется при написании профессиональных треков. Хотя, конечно, тоже это не исключено. Но для наглядности сейчас, для вас, для начинающих, этого более чем хватит. То есть мы сейчас поняли, что такое автоматизация. Это автоматизация, когда звук может меняться, в данном случае, по громкости. Но по факту мы можем заавтоматизировать любую громкость. Извиняюсь, громкость. Любую ручку. Можем взять совершенно что угодно и это все заавтоматизировать. И вот когда мы будем разбираться с эффектами, я как бы покажу, как делать автоматизацию любой ручки внутри лоджики. Лоджика. Давайте послушаем вообще в целом. Вот интро прямо с нуля до финала, чтобы понять, а как это все работает вот прямо на практике. Продолжение следует... Вот у нас появляется этот звук, который мы делали. Значит, здесь есть определенные нюансы, связанные с этим конкретно пресетом. Здесь надо поработать с ADS-ркой, потому что звук не совсем ровный. Но это тоже тема уже саунд-дизайном. Мы ее сейчас даже касаться не будем, потому что это лишнее. Самое главное, что нам нужно понять, это то, что вот так мы можем легко и быстро делать структуру трека. То есть мы вот буквально за пару-тройку минут уже выстроили некую структуру, с которой мы дальше можем работать. Точно так же, когда вы будете работать с дропом, у вас тоже не все будут вступать сразу элемент. У вас там хай-хеты, например, с лупом могут вступить позже. Например, та же самая мелодия может вступить позже, а у вас сначала будет звучать только бас. А во втором дропе, например, чтобы создать максимальную кульминацию, создать разнообразие между первым дропом и вторым, вы можете сделать так, что здесь сразу звучит вот все прям, и все инструменты, и все ударные и так далее. В аутро, как мы с вами выяснили, происходит строго все наоборот. То есть какие-то элементы начинают плавно исчезать. Ну, например, здесь у нас хай-хеты исчезнут. Вот чуть позже здесь у нас может сразу исчезнуть луп и так далее. Шумовые FX, вот эти вот и так далее, они обозначают начало какой-то части в нашем треке. И вот так вот вы делаете аранжировку. Плюс ко всему, почему лейринг — это офигенно круто. Помните, мы лейрили вот эти два звука. А теперь представьте, эти звуки, они же могут звучать вместе, а могут звучать в разных комбинациях. Например, они могут звучать вот так. Только верхний слой, или только нижний, или только два сразу. А если у вас три, например, вот этих вот дорожки, то у нас получается семь разных комбинаций. И каждый раз они будут звучать по-разному. И вы можете их вот так вот чередовать, тусовать, прям как карты. То есть представьте, у вас есть три карты, и вы можете делать самые разные комбинации из них. То же самое и здесь. Благодаря этому получается сделать аранжировку на самом-то деле не так сложно. Бывает это муторно, но теперь, когда вы знаете, как это делать, вы можете совершенно легко и просто развить трек на несколько минут. Что дальше? Давайте займемся обработкой звука. Обработка звука — это, по сути, и есть сведение. Вы наверняка слышали, что есть такое сведение, мастеринг, такие какие-то страшные термины, что нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы заниматься этим. Там крутые мониторы, студия, и вообще этому учатся многие-многие годы. И это какое-то искусство. На самом деле все достаточно просто. Конечно, эта тема огромная. У нас есть очень много курсов на эту тему. И, конечно же, там можно бесконечно углубляться в тему сведения мастеринга. Но если говорить максимально простыми словами, то сведение — это обработка каждой дорожки внутри вашего трека. Или, как еще говорят, микса. Иными словами, если вы взяли, например, хай-хэт и решили его как-то обработать, то по факту вы уже делаете сведение или, упрощенно говоря, обработку звука. Давайте теперь разбирать, какая вообще обработка звука существует. Засолируем хай-хэт. И вот здесь вот в AudioFX мы можем добавлять эти самые эффекты. Они работают как на дорожках с аудио, так и на дорожках с MIDI, с виртуальными инструментами. AudioFX мы можем добавлять и туда, и туда в совершенно равной степени. И здесь у нас тоже достаточно большое количество различных плагинов. Они здесь каталогизированы. Давайте начнем с, например, ревера. Я возьму Chroma Reverb. То есть Reverb — это у нас категория, тип обработки. А здесь есть разные непосредственно как раз-таки ревербераторы. То есть как если бы у нас просто была категория пианино, а здесь уже было бы там акустическое пианино, электропиано и какой-то еще пианино. Давайте возьмем Chroma Reverb. И здесь точно так же, как и внутри виртуальных инструментов-синтезаторов, у нас есть пресеты. Их тут, как правило, бывает больше, бывает меньше, не суть важная. И вы здесь выбираете просто чисто на слух какие-то пресеты. Самые главные параметры, которые мы сейчас разберем, конкретно в ревере — это вот эти три ручки. Давайте сначала просто послушаем, что получается, как меняется звук будет. Я думаю, вы понимаете, что я включаю-выключаю сейчас плагин, нажимаю сюда и так можем послушать, как оно было. А так появляется какое-то шуршание, шипение. По факту, конечно, это шуршание должно больше напоминать что-то типа такого эха. Но по факту, если говорить максимально простыми словами, реверберация — это и есть эха. Вот это уже что-то более похожее, более натуральное. Ручка DryWet — это соотношение исходного сигнала. То есть если мы сделаем так, то мы будем слышать только хай-хэт. Включая-выключая, ничего не меняется. Если я сделаю так, мы будем слышать только реверберацию. Реверберация вообще что такое? Это отражение звука в каком-то пространстве. Если у вас есть такая возможность, хлопните в ладоши, находясь в помещении, где вы сейчас смотрите этот урок, этот курс. И вы услышите вот это вот эхо. Представьте теперь, что вы убрали вот этот хлопок, а осталось только вот это эхо помещения. Причем, кстати, в идеале вам пройтись по квартире, хлопнуть в ладоши в туалете, в ванной, если у вас они раздельные, на кухне, в одной комнате, во второй комнате. Послушайте, как звучит реверберация в разных помещениях. Вспомните, как это все звучит в соборах, где-то в церквях. И это прям разная реверберация, которую создаем и эмулируем с помощью вот этих вот плагинов. И вот так мы будем слышать только звук самого ревера. А так можем менять соотношение, ну или, проще говоря, громкость реверберации. Decay — это то, как долго будет длиться наш звук реверберации. Если мы сделаем так, он будет очень короткий. То есть мы слышим довольно продолжительный. Вот это основные параметры. В остальном я бы пока что вам рекомендовал работать чисто по пресетам. И прям особо не париться. Вот это у нас называется обработка звука. Вот мы разобрали ревербератор. Какие у нас есть еще варианты? У нас есть еще вариант. Давайте пока его уберем. Это эквализация. Кроме того, мы можем, кстати, объединять дорожки в группы. Например, мы за желатым шифтом можем вот так вот выделить все эти дорожки. И правой кнопкой мыши Create Track Stack. Ну, как всегда, у нас есть горячие клавиши, и вы их можете там запомнить. Здесь я делаю Summon Stack. Нажимаю Create. У меня получается группа. Я могу засолировать все ударные. Давайте напишем Drums. Что это у нас? Drum партия. Затем я могу сюда добавлять тоже какую-то обработку. Например, я могу взять эквалайзер. Здесь мы обычно используем ChannelEQ. Это такой самый стандартный эквалайзер, который, в принципе, является классическим для данного секвенсора, для лоджика. Здесь у нас есть частоты низкие, средние, высокие. И мы все знаем, да, что такое низкие частоты, средние, высокие. Вы, если совсем не понимаете, да, то есть, ну, низкие, это, конечно, бас, высокие, это всякие шипящие и так далее. Но здесь в идеале послушать самому, как это все звучит. Здесь вы берете разные точки и тянете их вот так вот. Эти точки, они, ну, бывают в разных вариантах. Есть Bell, то есть колокол, колокольчик. Есть также Shelf. Он вот так вот работает. Давайте уберем сейчас и выберем Shelf. Вот он вот так вот. Диапазон частот поднимает, повышает. Есть Cut. Это срез, фильтр, как еще называют. Например, вот так мы можем добавить низких частот, чтобы у нас их было просто больше. Либо убрать чуть-чуть. Либо наоборот, добавить больше высоких частот. Похожий эффект можно было бы сделать, если мы повысили громкость, например, хай-хетов и так далее. Но в действительности здесь работает несколько иначе. Здесь именно повышаются частоты. Всех звуках, которые находятся в этой группе. А теперь по поводу автоматизации фильтра. То, о чем я говорил. Давайте выберем фильтр, который срезает высокие частоты. И эту ручку сейчас мы будем автоматизировать. Как мы это будем делать? Элементарно точно так же. Включаем нашу автоматизацию. Начинаем крутить эту ручку. И смотрите, она у нас здесь уже отобразилась. То есть нам не нужно искать ее тут где-то. Типа где тут high frequency. Вы просто вот так вот вертите. Она здесь отображается. И вы точно так же создаете левой кнопкой мыши точку. И можете сделать автоматизацию. Например, чтобы звук плавно выходил, что называется, из-под фильтра. То есть это значит, что звук выходит из-под фильтра. И вы сейчас услышите такой эффект, как будто из-под воды у нас появляются ударные. Давайте сделаем, может быть, чуть подольше, чтобы услышать этот эффект. Иначе это все как-то быстро происходит. Вот так вот давайте. Вуаля! Очень легко и просто. Вот это я рекомендую вместо автоматизации громкости. Но никто не запрещает использовать и автоматизацию громкости в том числе. С помощью эквалайзера мы можем делать вот эти вот вещи. А также мы можем, в принципе, добавлять полезные частоты и удалять ненужные частоты. Как правило, если мы говорим про ненужные частоты, то мы просто берем и срезаем все, что ниже 150 Гц у всех звуков, кроме бочки и баса. Тем самым мы освобождаем место. Но об этом я более детально рассказываю, опять же, в курсах по именно сведению и по обработке звука. Последнее, что скажу, здесь есть еще такая добротность фильтра или такая вот крутизна среза. Обычно здесь хватает 24 дБ на октаву. Но если что, я зажимаю левую кнопку мыши и вверх-вниз это все двигаю. Какие еще плагины у нас используются? У нас используются плагины динамической обработки. Это компрессор, как основной. Также к ним относятся и диэсеры, и лимитры. Но компрессор это самый такой основной плагин. Объяснять, как работает компрессор, я сейчас не буду принципиально, потому что из всех плагинов обработки он самый, я бы сказал, сложный для понимания. И еще он сложен, потому что он меньше всех воздействует на звук. Если вы применяете реверберацию, сразу слышите это эхо. Если вы применяете эквализацию, почти наверняка какой-то эффект услышите. С компрессией все не так очевидно. Но это тоже важный плагин, который используется. Поэтому просто имеем в виду, что он есть. Нередко применяется. Но как это делать? Опять же, добро пожаловать в наши курсы. Там я подробно это рассказываю. Фильтры, по сути, это тот же эквалайзер, только фильтр. Я уже говорил вам, что вот он, фильтр. Соответственно, фильтр мы можем сделать и отдельным плагином. То есть часто плагины, они просто друг друга так или иначе дублируют. Есть у нас еще такой важный и популярный плагин, как Delay. Давайте его сейчас разберем. Вы 100% слышали подобный звук. Давайте возьмем вот этот clap. И что делает Delay? Он звук просто повторяет. Мы берем его в Delay, в категории Delay. Здесь есть много разных Delay. Давайте возьмем ECO. И у нас, помните, мы говорили, да, там с вами, что такое 1,8, 1,16. Мы это все уже знаем. И мы можем сделать так, чтобы у нас звук повторялся, например, каждую 1,4. Dry, Wet мы уже тоже с вами знаем. Dry – это громкость исходного сигнала, то есть самого clap. А Wet, стало быть, это громкость этих повторений. Слышите? Звук повторяется. Повторяется каждую 1,4. Фидбэк отвечает за то, как долго, вернее, не как долго, а как много раз будет повторяться наш звук. Если фидбэк 0, то звук, он повторится один раз и все. Если так, то звук не заткнется никогда. Он будет бесконечно звучать. И вы очень долго будете ждать, когда же он там закончится. Здесь фидбэк всегда в каком-то таком абстрактном левопроцентном соотношении. Здесь нет такого, что прям в количествах вы пишете. Тут условно там 10 повторений. Вот он 10 раз повторяет. Здесь значение несколько абстрактное. Color, он срезает частоты. Если мы, ну, в общем, когда, я не знаю, услышали вы или нет, но, короче, каждое повторение, оно чуть-чуть закрыто по фильтрам. И оно несколько отличается от исходного нашего клэпа. То есть он такой, если посильнее сделать, ну, прям так уже существенно. Если Color мы вообще не трогаем, то звук просто меняется по громкости. А так высокие частоты у него закрываются. Как фильтр. Вот Delay довольно популярный плагин. Также довольно популярный плагин, который используется в основном в жесткой музыке. Рок, драман бейс, какой-то там трэп или еще что-то. Также используется на басах. Это, конечно же, у нас дисторшн и сатуратор. Давайте возьмем из категории дисторшнов. Их тут тоже довольно много. Биткрашер, он будет сильно корежить звук. Он будет, короче, понижать битность, сделать звук таким, типа, а-ля 8-битным. Ну, короче, с искажениями. Не очень его часто использую. Вот дисторшн, в принципе, можно. Либо давайте возьмем другой. Он просто покрасивее выглядит как-то вот так вот. Ну, например, вот этот вот, возможно, режим поинтереснее звучит, чем остальные. Почти всегда громкость становится выше после того, как мы применили дисторшн. Поэтому нередко громкость самого звука надо потом чуть-чуть понизить. То есть так мы добавляем вот этих вот искажений. Нужны они или нет, уже другой вопрос. Моя задача продемонстрировать, как это работает. То есть после дисторшнов, сатураторов звук искажается зачастую довольно сильно. Если применять их незначительно, то он просто немного обогащает звук, делая его чуть более таким насыщенным и более таким вот именно скрежетом и так далее. Пожалуй, все. Вот это основные элементы. Еще раз повторюсь, реверберация. Это, по-простому говоря, эхо, дилей, который звук повторяет. Дисторшн, сатуратор — это все, что связано с искажениями звука. Таким вот перегрузом и так далее. Также педали — это для гитар. Если вы больше гитарист, эквалайзер — это, собственно, работа с частотами низкие, средние, высокие. И вроде все, да, мы... А, дайдамик. Дайдамик — это, конечно, у нас компрессия. Плагин динамической обработки. Все остальные — это более специфические плагины, либо это какие-то измерительные приборы, которые измеряют громкость и другие параметры. Поэтому здесь как бы нам это особо пока не нужно. И теперь последнее — это мастеринг. Что такое мастеринг? Значит, это обработка всего трека целиком. Если сведение — это обработка каждой дорожки по отдельности, то мы, когда делаем обработку всего трека, то это мы делаем на канале мастера. Мы можем нажать X, и у нас откроется так называемый микшер. По сути, все вот эти дорожки, которые мы здесь видим, они у нас отображаются и тут. Видите, я вот выделяю их здесь, они вот тут у меня появляются. Вот она вся обработка, которая здесь есть. Есть еще так называемые посылы, когда, например, вот здесь у нас есть ревербератор, и мы подмешиваем какой-то звук к этому ревербератору. Ну, давайте сейчас вот вкратце покажу. Допустим, все тот же хай-хэт. Вот я взял хай-хэт, и вот здесь вот могу выбрать сэнд. Вот, например, у нас какой там есть? Вот этот бас номер 3. На этот бас номер 3 у нас повешен Space Designer. Это ревербератор. Здесь у нас ручка wet всегда должна быть на максимум, dry на минимум. Это такое вот условие определенное. И здесь по мере увеличения вот этой ручки у меня добавляется вот этот вот эффект. Может возникнуть вопрос, зачем такое усложнение? На самом деле все очень просто. Вы создаете один бас, например, на котором висит этот ревербератор, и вы берете и несколько звуков подмешиваете к этому реверу. Например, вы можете луп подмешать туда, хай-хэты и клэпы или какие-то еще звуки. И таким образом у вас есть один Space Designer, который как бы подмешивается к разным дорожкам, к разным звукам. И вам не нужно на каждую дорожку вешать отдельный Space Designer. Согласитесь, ну так в принципе удобней, а что еще немаловажно, это экономит ресурсы. Сейчас это не так уже важно в современном мире, с современными компьютерами, но когда-то давно на заре там, в общем-то, экономия ресурсов была очень важна еще много лет назад. Тем не менее, это есть, и многие так делают, потому что так, ну просто удобней. Но с точки зрения, как бы, по факту, здесь вопрос удобства. Как вам больше нравится? Потому что обрабатывать можно как в Send-канале, так и в инсерте. Здесь вообще без проблем. Ну и на всякий случай, что, как правило, через вот эти сенды, посылы добавляют реверберацию. Ну и, пожалуй, все. То есть можно там что угодно добавлять, но, как правило, это реверберация. Вот для ревера это как бы сделано. Так вот, возвращаемся теперь к мастеру. У нас есть отдельный канал, который называется Stereo Out. Вот он у нас, мастеринг. Он также есть у нас вот здесь. Всегда вот он отображается. Но тоже, смотрите, если я беру дорожку вот эту, которая входит в группу, то у меня будет здесь обработка вот именно группы. Видите, Drums. А если я выбираю, допустим, какую-то дорожку, которая не идет к какой-то группе, не сгруппирована, то здесь у меня будет показана вот эта именно дорожка Stereo Out. Ну то же самое и с Drums. Тоже будет показан Stereo Out. И вот здесь я точно так же добавляю различные какие-то эффекты. Чаще всего здесь мы используем три классических плагина. Это эквалайзер, компрессор и лимитер, либо максимайзер. В данном случае у нас лимитер в разделе Dynamic есть. И вот с его помощью мы можем трек немного прокачать по громкости, сделать его более таким богатым, насыщенным. По поводу мастеринга тоже у нас есть отдельный курс. Это отдельная тема. В общем, немножко поджимаем трек. Он становится громче, чем он был до этого. Дальше мы ставим рамку, выделяя то, что нам необходимо экспортировать в аудио. То есть вот так вот мы берем до маркера End. Все же правильно? Да, все правильно. Но скорее всего мы вот до сюда экспортируем, потому что в конце еще будет какое-то такое затухание. Поэтому вот примерно до сюда. И затем мы просто-напросто это дело экспортируем, нажимая Command-B. Выбираем, во что мы будем экспортировать. В mp3 формат, либо в wav формат. Можно сразу в оба. Здесь выставляем настройки. Для wav формата вполне хватит 16 бит 44 100. У mp3, ну само собой, мы ставим максимальный битрейт 320. В остальном ничего больше не трогаем. Здесь остальные настройки нам не нужны. И нажимаем ОК. Выбираем, куда сохранить. Называем файл. Сохраняем. И делимся своим первым треком с друзьями. Выкладываем это все в соцсети. Отмечайте нас. Можете в комментариях к этому видео уроку приложить то, что у вас получилось. И, как вы могли заметить, уже сейчас, пройдя этот мини-курс, вы можете написать первую демку. И, по сути, вы изучили все, что необходимо для написания музыки. И дальше уже более углубленно и профессионально вы все это можете изучить на наших курсах. Ну а с вами был Александр Владимиров, школа Logic ProHelp. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok